Техническое описание кода неисправности OBD2, датчик давления дизельного сажевого фильтра B-диапазон, производительность, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года, Ford, Dodge, GMS, Chevrolet, Mercedes, VW и т.д. Хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, когда я сталкиваюсь с кодом P245F, я обнаружил, что модуль управления силовой трансмиссией PSM обнаружил неисправность в электрической цепи датчика давления дизельного сажевого фильтра DPF, которому присвоено обозначение B. Этот код должен отображаться только в транспортных средствах, которые оснащены дизельным двигателем, системы DPF в автомобилях OBD2 предназначены для удаления 90% углеродных частиц сажи из выхлопных газов дизельных двигателей, черный дым, который поднимается от выхлопа дизельного двигателя, при сильном ускорении, можно отнести к саже. DPF размещается в стальном встроенном выпускном корпусе, который напоминает глушитель или каталитический нейтрализатор, он расположен перед каталитическим нейтрализатором и, или ловушкой для NOX, в идеале крупные частицы сажи улавливаются элементом DPF, мелкие частицы и другие, выхлопные газы, соединения могут проходить через них, широкий набор элементарных соединений, DPF, используется для улавливания крупных частиц сажи и пропускания выхлопных газов двигателя, включены, бумажные волокна, металлические волокна, керамические волокна, силиконовые волокна для стен и кордиоритовые волокна для стен, наиболее распространенным типом волокна, используемым в применениях DPF, является кордиорит на керамической основе, кордиорит недорог и обладает отличными фильтрационными характеристиками, К сожалению, кордиорит имеет проблемы с перегревом при более высоких температурах, это делает его подверженным неисправностям в транспортных средствах, оснащенных пассивными системами DPF Ядром любого DPF является фильтрующий элемент, большие частицы сажи попадают между волокнами, когда выхлопные газы двигателя проходят через элемент, давление выхлопных газов увеличивается по мере накопления сажи, После того, как давление выхлопных газов достигнет запрограммированной степени и накопится достаточное количество сажи, фильтрующий элемент необходимо регенерировать, это позволяет отработавшим выхлопным газом продолжать течь через DPF, системы DPF, которые восстанавливаются автоматически, называются активными системами DPF ПСМ запрограммирован впрыскивать химические вещества, включая, но не ограничиваясь этим, дизельное топливо и дизельную выхлопную жидкость, выхлопные газы с запрограммированными интервалами в активной системе DPF Впрыск вызывает повышение температуры выхлопных газов и сжигает захваченные частицы сажи, высвобождая их в виде ионов азота и кислорода Пассивные системы DPF используют аналогичный процесс, но требуют ввода от владельца, в некоторых случаях квалифицированный ремонтный центр должен заниматься регенерацией После запуска процедуры регенерации выполнение задачи может занять несколько часов, в некоторых случаях DPF необходимо извлечь из транспортного средства и обслуживать с помощью специализированной машины, которая завершает процесс и надлежащим образом удаляет частицы сажи DPF считается регенерированным, когда частицы сажи достаточно удалены, после этого давление выхлопа должно реагировать соответствующим образом Датчик давления DPF обычно устанавливается в моторном отсеке и вдали от DPF, противодавление выхлопных газов контролируется при поступлении в DPF Для выполнения этой задачи используются силиконовые шланги, соединенные с DPF и датчиком давления DPF Код P245F будет сохранен, если PSM обнаружит состояние давления выхлопных газов, которое не соответствует спецификациям производителя, или электрический входной сигнал от датчика давления DPF, который превышает запрограммированные ограничения, симптомы и тяжесть Этот код следует считать срочным, поскольку он указывает на условия, которые могут привести к повреждению внутреннего двигателя или топливной системы Симптомами кода P245F могут быть, снижение производительности двигателя, чрезмерный черный дым от выхлопа, повышенная температура двигателя, выше, чем нормальные температуры передачи, причины, возможные причины установки этого кода Засорены трубки, шланги датчика давления DPF, неисправен датчик давления DPF, резервуар для дизельной выхлопной жидкости может быть пустым, неправильная дизельная выхлопная жидкость, обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления DPF ТСБ неправильная регенерация DPF, активная система регенерации DPF не работает, диагностические и ремонтные процедуры, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, ТСБ, для вашего конкретного автомобиля Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, руководство по ремонту, диагностический сканер и цифровой вольт-ометр будут полезны при диагностике кода P245F Инфракрасный термометр также может быть полезным, я бы начал свой диагноз с визуального осмотра соответствующих жгутов и разъемов, обращая особое внимание на проводку, проложенную вблизи горячих компонентов выхлопа и, или острых краевых проверьте выход генератора, проверьте батарею, и клемма батареи заканчивается в это время Я бы продолжил Если датчик проверен, при необходимости очистите или замените шланги Необходимо использовать высокотемпературные силиконовые шланги Если линии питания не повреждены и датчик работает, начните тестирование цепей системы Отключите все соответствующие контроллеры перед тестированием сопротивления или целостности с DVO-M При необходимости отремонтируйте или замените разомкнутые или замкнутые цепи Дополнительные диагностические примечания Засоренные порты датчика и засоренные трубки датчика являются общими Обратитесь к руководству по эксплуатации, обслуживанию, чтобы узнать, оснащено ли ваше транспортное средство активной системой регенерации DPF или пассивной системой Если шланги датчика давления DPF расплавлены или имеют трещины, их, возможно, потребуется заменить после замены